Всем привет, с вами Кирилл. Сегодня у нас продолжение новой рубрики, в которой мы разбираем английскую грамматику по фильмам и сериалам. Смотрим отрывок из сериала «Друзья». You know what we should do? We should all have dinner. Yes, we'll do it tomorrow night. I'll cook! Росс спрашивает своих друзей You know what we should do? Знаете, что мы должны сделать? И сам же отвечает We should all have dinner. Мы должны все вместе поужинать. Тут же Росс решает, когда состоится ужин. We'll do it tomorrow night. Мы сделаем это, то есть устроим ужин, завтра вечером. I'll cook! Я приготовлю. Росс говорит о планах на будущее. В английском языке есть несколько способов говорить о будущих планах. Это может быть конструкция To be going to Это может быть present simple или present continuous Кстати, пример употребления present continuous для выражения планов на будущее мы разбирали в прошлом уроке. Также для выражения будущих планов используется future simple. Но не всегда при определенном условии. И это условие хорошо видно в нашем отрывке. Росс принимает решение о том, что нужно устроить ужин, когда состоится этот ужин и кто будет готовить в момент речи. Это не запланированное ранее событие, а свежие планы, которые только что спонтанно сформировались. В таких ситуациях мы употребляем future simple. Поэтому Росс говорит We will do it. I will cook. Благодаря такой грамматике мы понимаем, что ужин не был запланирован заранее. Решение принято во время разговора. You know what we should do? We should all have dinner. Yes, we'll do it tomorrow night. I'll cook! Давайте разберем несколько подобных примеров. Вы решили, что хотите заказать в кафе и говорите официанту. I'll have the Greek salad, please. Я буду греческий салат, пожалуйста. Еще пример. Друг просит, чтобы вы забрали его с работы и вы решаете, что приедете к пяти часам. Okay, I'll pick you up at five. Хорошо, я заберу тебя в пять. Или вы видите пропущенный телефонный звонок и решаете, что перезвоните потом. I'll call him back later. Я перезвоню ему позже. Подводим итог. Если мы принимаем решение, что будем делать что-то в момент речи и озвучиваем этот только что сформировавшийся план, употребляем Future Simple. Если это видео оказалось для вас полезным, поставьте ему, пожалуйста, лайк и напишите комментарий. Ссылки на полезные материалы смотрите в описании. С вами был Кирилл. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok